Еще в начале июня в Краснодарском крае стартовал смотр-конкурс на подтверждение и присвоение званий Народный самодеятельный коллектив и Образцово-художественный коллектив. Свои творческие достижения на нем продемонстрировали представители всех муниципалитетов Кубани. О подробностях этого мероприятия в Славянском районе мы расскажем в нашем репортаже. В городе и районе немало талантливых артистов в вокальных и хореографических коллективах. Они постоянно радуют нас своим творчеством, выступая на различных мероприятиях. И участие наших лучших исполнителей в смотре на подтверждение или присвоение званий Народный самодеятельный коллектив, Образцовый художественный коллектив – это, конечно же, для них важный экзамен, новая ступень в развитии. Их мастерство, которое нарабатывалось годами, по достоинству оценивали профессионалы, авторитетные мастера в различных жанрах. Вокальная студия «Звонкие голоса» открыла программу смотра песни «Россия, мы дети твои», которая прозвучала в исполнении юных певцов очень трогательно. «Россия, мы дети твои, Россия, Россия, нужны нам твои голоса». Свои профессионализм и мастерство убедительно демонстрировали самые разные коллективы, ансамбли и студии. Артистам нелегко было выступать в зале, где отсутствовали зрители, но они очень старались показать свое мастерство, и это у них получилось. ПЕСНЯ Танцевальный клуб «Золотая коллекция» не так давно вышел на сценические подмостки, но уже успел наработать и разнообразный репертуар, и уверенность в своих выступлениях. ПЕСНЯ Искусство все возрасты покорны, от малышей до убеленных сединами артистов. Вокальная студия «Звонкие голоса» привлекла юных славянцев возможностью самовыражения. «Очень хорошая поддержка была и помощь родителей, как малышей, так и взрослых, потому что несколько раз приходилось переодеваться, и без помощи родителей, конечно, мы бы не обошлись, потому что у нас коллектив – это уже целая семья, где малышам и взрослым помогают наши родители. Перевозка костюмов, одевание, переодевание, привести голову в порядок детям. Сегодня на сцене было около 60 детей. Вы знаете, конечно же, когда объявляют перед выступлением, выступает образцовый и далее, это, конечно же, очень приятно. Но мы все сделали, все, что могли, для того, чтобы получить, я надеюсь, это звание». Хореографическая студия с романтическим названием «Млечный путь» не случайно претендовала на звание образцовый художественный коллектив. Она вполне его достойна. «Млечный путь» Я очень люблю танцы, занимаюсь ими уже 9 лет, поэтому очень рада, что нас все-таки подтвердили как образцовый коллектив. Я очень поздравляю наших девочек и очень рада за себя и своего хореографа. Мы проделали очень большую работу, и я очень ими горжусь. После окончания выступлений члены жюри смотра конкурса организовали обсуждение творчества участников. Состоялся очень заинтересованный и полезный для всех артистов разговор. «Коллективы, конечно, очень готовились. У нас 55 подтвердили, и 5 коллективам присвоено. Но это самое большое количество в Краснодарском крае, вот из таких районов, как наш. Я очень горда своими коллективами, они большие молодцы, показали высокий уровень подготовки и мастерства. А возраст участников от 3 лет до 67. Поэтому спасибо всем огромное, здоровья самое главное, счастья, удачи, и мы продолжаем работать». Славянский район достойно проявил себя в смотре конкурсе. Ансамбли и коллективы с подтвержденными или полученными званиями народной образцовой с новыми силами будут штурмовать еще непокоренные творческие вершины и радовать многочисленных благодарных зрителей мастерством исполнения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».